Главный страх украинцев по многочисленным вопросам, в том числе солдат на фронте, это вернуться в ту страну, которая была 23-го числа. Это ужас просто. Да речь даже не идет о размерах территории. Что мы освободили, что не освободили. В систему вернуться как таково. Значит, нужно строить обратное от того, что есть. Ну вот, Костя Баршинский, снайпер такой вот есть, он с Азоновым воюет. Мы его, кстати, пригласим. Я его уже пригласил на эфир. Так вот, то, что он пишет у себя, это очень симптоматично, это очень, во-первых, очень интересно, во-вторых, очень симптоматично. Когда он говорит, я хочу довоевать, выиграть и уехать. То есть, смотри, человек, который рискует жизнью постоянно, который принимал участие в ключевых сражениях, был в Ильсичанске, и описывает, как они там 10 человек сдерживали наступление 120, ну короче, роты, 10 человек сдерживали наступающую роту на их там, да. Вот, принимал участие во всех ключевых сражениях, вот, у него есть четкое понимание, и он объясняет, почему он сражается. То есть, ему задают вопрос, почему он сражается, он объясняет. Я советую вот просто подписаться на него и кинуть ссылку потом. И почему, что он говорит? Да сейчас, я сейчас... Очень многие люди так делают, потому что они испытывают, чувствуют неясный долг, который часто они могут рационализировать, сформулировать, но они чувствуют долг, который они должны выполнить. Но дальше они не видят ни рациональных, ни иррациональных причин оставаться. Это пробовать себя в другом месте. Они еще не знают, что в другом месте тоже смысла нет, но есть возможности все еще. Вот, я и коллеги говорим об этом с первого дня войны. Если мы не нарисовали картину будущего, отлично то, что было, война столкнется с непреодолимой препятствием именно на этом уровне. А бессмысливание... То есть, вот сейчас, вот сейчас, лето, да, 23-е, происходит обессмысливание войны в Украине. Нет, мы по-прежнему воюем, мы по инерции двигаемся, у нас есть даже какие-то ресурсы, но происходит обессмысливание. Правильно. И мы потеряли этот темп где-то весной этого года. Тогда, должно быть, это был крайний срок, когда надо было предъявить эти проекты. Но нового смысла. Не предъявили. Россия тем временем, Кремль предпринял определенные усилия по мобилизации военной экономики, мобилизации личного состава и так далее, поиска запчастей, потому что у них очень свой псевдосмысл, но есть. Направлены в прошлое, но есть. Они понятны, какие задачи для себя решают. А задача отбиться, это не задача для победы, это задача для обороны. И в какое-то время мы ехали на драйве, на инерции, на всем остальном, потом нужно было предъявлять новый проект будущего. Мы его не предъявили, значит, священная задача его выработать сейчас.